здарова как дела с тобой форель а это игра левиафан последний день декады вот так то продолжаем с тобой если ты не видел предыдущей серии ты всегда можешь посмотреть по подсказке а если видел пошли пошли играть прошлой серии мы узнали про кольцо и наша задача вернуться я так понимаю домой но мы еще здесь вот это все не посмотрели и хотя бы одну давай глянем вот это вот статуя плачущего ангела обычно их ставят у входа на погосты и этот ангел не исключение за спиной статуи лежит древнее кладбище академии ладно у меня вопрос мне бы как-то бы домой добраться папа подожди это тот самый папа джинни вертран сестра мама а зачем маме ладно не буду звонить а позвоню келлан привет дружище подожди секунду кричит в сторону пап тут отчеты дома не клевле по происшествиям за 22 годы семь папа куда их неразборчиво хорошо пап сейчас не будем воскресенье сажу все я слушаю тебя оливер как там продвигается расследование просто отличный кел все лучше чем я думал расскажешь ну разумеется слушай я говорил с мастером он назвал имя человека который заказал кольцо знаешь как его звали его имя кристиан орвуд прекрасно засранец почти что у нас в руках мужа близко и это чувствую это еще не все келл мастер сказал что видел как орвуд и моя мама заходили в архив чтобы зарегистрировать какую-то сделку так и ты собираешься поискать улики в архиве правильно это единственное что мне остается келл в каком-то смысле кольцо завело нас в тупик но оно и не до а ну так и не дало нам настоящих доказательств понимаешь понимаю дружище могу только пожелать тебе удачи и посоветовать быть осторожным сорвудом мне кажется иногда ты забываешь насколько он опасен я буду осторожнее келл спасибо не клади трубку хочу еще кое-что сказать тебе на ты о чем я хотел сказать может пришло время избавиться от эдны я не могу отделаться от мысли что она опасна для тебя понимаешь она не никогда не нравилось но сейчас она не нравится мне еще больше я чувствую что она сильно изменилась за последние три года тел да ты бредишь это мой демон она предана мне и только мне не обижайся но я ей могу доверять больше чем тебе что оливер ты в своем уме келл послушай это колдовство магия демон демон привязан к тому кто его оживил и никому более ты уверен что нет способа заставить ее служить кому-то еще исключено келл полдовство разве развивается только вместе со смертью демона знаю вы не ладите эдна ненавидит тебя за то что стала демоном по твоей вине а ты не любишь ее потому что она агрессивна без меры но это это не должно становиться поводом для подозрений я ты все мы меняемся но эдна она всегда остается прежней она ведь человек она ведь не человек и все-таки удивительно умный оливер иногда я тебя слушаю чувствую себя дураком просто многие вещи становятся очень простыми когда их объясняешь ты я не прошу тебя любить одну келл но не заставляй меня избавляться от нее да конечно конечно дружище я поговорю с тобой бы еще чуть-чуть поговорим но мне надо бежать сегодня я остаюсь на работе допоздна ты слишком много работаешь келл до завтра до завтра оливер хорошо келл нам ничего не дал ничего не понятно может этому позвонить я просто не знаю куда идти ну серьезно я не знаю куда идти помогите мне попасть домой блин куда идти то что там в класс можно зайти коридоре непривычно пусто и тихо а в класс то можно зайти класс закрыт слушай страж ладно ну а вот еще можно пройти а тут чё крепкая темно-красная дверь с почерневшим от времени кольцом вместо ручки за дверью слышны голоса и тихий шум каких-то механизмов наверное за этой дверью находится один из служебных тоннелей метро ясно ну пойдем тогда туда просто знать бы где мой дом это что а здесь должно быть была мастерская винфреда прежде его дела явно шли намного лучше лавка давно закрыта и заброшенная и и стекла покрыты толстым слоем пыли куда я зашла старик не соврал ты действительно архив я в архив приперлась класс ладно пофиг что мы опаздываем домой я чую что разгадка совсем близко это кто какой-то наверное наемник ищет за кем бы ему походить охотник за головами скорее всего берет задание у ее ей мне уже не нравится этот человек ладно диндон руфус ботерфляй профус ботерфляй блин окружной архив округа сесть и сесть треции отдел справок печати и поднимает глаза и смотрит на оливера и подписей твою мать что за день такой то мерзкая старушонка дом ей бля приписать спокойного мужа то провинциал голодранцы теперь малолетка еще и охренительно пойду отолью что ли минуточку у меня срочное дело очередь по срочным делам вон в ту дверь и закрой как зайдешь там сквозняк послушайте профус игнорирует оливера и чё творчит слушаем оливер прислушивается к невнятному бормотанию профуса бурчит под нос так чё трясется вся мне 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 горд обещал клятву дал 40 лет прожили чтобы столько бабуль да насрать не насрать бурчит под нос мам под землю в порубь переселяться туда там ду бурчит под нос и это курва тоже справку подпишите спасибо не слышала в очередь в очередь сука боюсь я просто просто целый день слушая его ворчание так и ты блин слушай меня меня срочное дело я не хочу тратить время до начало пререкания ты понимаешь улавливаешь вообще вот как тон сбавь начнешь тут орать закончишь орать на улице так что пасть завали пожалуйста и улыбайся ну чё хотел то какие то вопрос 10 лет назад в этом здании была заключена кое-какая сделка я могу получить бумаги по ней могу ли нет не можешь следующий постойте мне очень нужны документы по этой сделке они вообще существуют если сделка была туда существует и хранятся здесь это ведь архив хорошо можно мне увидеть документы о нету вы посмотрите на его искал нет иди отсюда следующий что же мне делать-то действительно видно и одначка моя девочка ну-ка оливер замечает одну прячущуюся за колодной хозяин хозяин я все видел и слышала толстяк явно напрашивается на показательную трюк как думаете сахарок пару укусов за мягкие места его образуют но не знаю 1 мерзкий но перед глазами оливера вкратки опять это короче дерево мне намекает на то что это будет выбор в какую сторону я иду но это совершенно мне вот лично нафиг не нужно я хочу сама решать а теперь во мне как бы семя посадили что я могу поступить как-то неправильно но ладно к черту дерево но причинять боль я бы ему не хотел удивительная доброта мой сладкий но если вы желаете знать мое мнение то немного крови в таком деле не помешает оливер оливер как собираетесь поступить человек с удивительным именем накажем и заключим сделку поможем ему давай ему поможем эдна что если нам следует ему помочь он явно стал таким не от хорошей жизни может стоит поговорить с ним по душам вы уверены мой сладкий что это у этого куска мяса осталась душа может не следует поискать ее среди жив жировых складок у него на пузе не одна ты опять я же сказал мы поможем если ты не заметила слово поможем совсем похоже не похоже на то что убьем хозяин вы просто образец доброты ох как пожелаете сахарук 1 исчезает воздухе ладно только как как мы можем ему с тобой помочь вообще давай попробуем еще раз ним поговорить профус баттерфляя кружной архив округа это ты снова жарище и мудаки кругом одни мудаки слушай мужик давай поговорим блин по душам и о чем о чем мне с тобой говорить и ты о чем вообще вы меня людишки уже задрочили со своими мелкими просьбами суетесь бля тут весь день не вздохнуть не пернуть блин ладно не буду уж я тут забегался за утро да ну пруфос настороженно смотрит на оливера затем слегка улыбается а то ж думаешь я тут все на жопе сижу дому гоняя похоже немножко на то конечно ну ладно ну я тоже так думал как когда-то только вот хер там был что в итоге просто просто все а то там пошурши тот тут пошурши чтоб не позже 9 все на столе было с перчатками с печатками да с подписками что я уже все зачитываюсь кажется я случайно нашел его больную тему пришел затем на лампу зажег и давай язык на плечо уже к обеду только отдохнуть присел глядя тут уже народу тьма слушай может я могу как-то тебе помочь да можешь ясно понятно только с чего бы вдруг решил мне помогать тебе что нужно всем пруфос что-то нужно только твои просьбы никто кроме меня не услышит люди эгоисты ближнему никто не хочет помочь слушай тут лавка есть недалеко сережки там бусинки всякие чему ты через четыре дня у дочки день рождения а я тут по нём сижу дочка игрушку хотела если сбегаешь до лавки да подарок купишь то цены тебе не будет я помогу тебе пруфос он хочет чтобы я купил подарок для его дочки в лавке ювелира отлично он получит то чего просит получит значит хорошо лавка ювелиром дуем с тобой в лавку ювелиром лавка ювелира у нас не здесь ведь она ведь не здесь она ведь у не здесь это ведь надо ехать это ведь надо ехать это узкая извилистая улица петляющая между домами ведет в один из старых бедных грязных и опасных районов города что-то мне не хочется дойти хорошо мы туда с тобой не пойдем мы с тобой сейчас садимся опять на метро это же та лавка которая думаю правда садимся на метро едем значит туда нам к белому кругу поехали поехали подожди а чё ой 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 он нам денег то не дал ведь он же нам денег то с тобой не дала на чем будем покупать нас денег то нет блин ой не знаю ой не знаю не знаю на чем помочь покупать и так лавка и какой классный я что-то не заметила его раньше я вот только вот этого видела взгляд у ливера останавливаться на милой игрушки лежащий на прилавке магазина вот наверное та самая игрушка которую хотела дочка профуса осмотреться у ливер осторожно осматривается по сторонам ювелир что-то ищет своей книжке и кажется даже не смотрит в мою сторону меня нет денег чтобы купить подарок для точки профуса так что я могу просто украсть игрушку мне действительно нет денег но красть я не хочу а я могу продаться опять ты и чё те опять ты и чё те надо нет ничего я уже ухожу скатертью дорога подожди я не могу ничего продать господи что я воровайка я воровайка извини извини нахер отсюда пищу да не путь я тем более я на него поработала пошел он жопу так куда едем все откройте мне двери откройте мне двери уби уезжаем отсюда быстро всё офигеть тихо стырил и и и пошел до называться нашел вообще это очень плохо что я сейчас сделала ну ладно давай так мы на него поработали он нам только информация информация находит ценное но вряд ли она стоит столько а игрушка нам нужна я поступила плохо я знаю я знаю я знаю но это ведь все ты знаешь для не буду оправдывать не буду оправдывать хорошо а то ты приветливо кивает уже все видишь да иногда с человеком достаточно просто поговорить по душам до понять его не все конечно люди озлобленные только из-за жизни есть просто принципе озлобленные люди им как не помогаем все все больше похер на все это как бы просто надо уметь подойти не каждому человеку можно подойти но каждого человека можно порадовать а хорошо стоило обратиться к нему по-хорошему и этот неприятный толстяк изменился прямо на глазах вот правильно ты купил подарок моей дочурке не подумай я тебя не тороплю просто вот держи пруфос осторожно берет игрушку из рук оливера ну но это спасибо в общем как я могу помочь тебе то скажи просто пруфос мне нужен доступ в архив ко всем документам которые тут хранятся можешь устроить само собой видишь эту комнату иди туда я подойду через пару минут принесу тебе все что может понадобиться благодарю тебя пруфос эту комнату оливер подходит к двери и берется за ручку уже довольно поздно опекун наверняка начал беспокоиться надо заканчивать со всем этим делом как можно скорее я зайду в эту комнату и не выйду из нее пока не найду все доказательства зайди оливер решительно дергает дверь на себя и заходит в комнату так значит так слушай меня внимательно и молча самым старым бумагам что пыляться в архиве уже более четырех веков тебе как я понимаю нужны документы за последние пятьдесят лет это облегчает задачу все документы рассортированы по алфабитному каталогу то есть если тебе нужна бумага связанная с никель ве никель вергами проси документы на букву н улавливаешь да да продолжай приносить буду по одной папке за раз я тебе не шаг тонны бумаг таскать не буду да и не по правилам это если что-то потребуется стукни в дверь подойду просишь ну как понятно все или повторить повтори мне пусть повторит а ты не слушай так ладно все мне все понятно да мне все понятно ну вот и ладушки слава левиафану ты только выглядишь тупым а на деле вроде не дурак разберешься как осмотришься стучи в дверь подойду ладно я в зал там опять эти мудные посетители набежали о суки жить я от них нет как то не похоже чтобы это было архивом из темноты за решеткой слышится тихая кудахтанье там что курица не может быть что вообще курица делает в архиве оливер стоит у решетки присмотреться оливер сматривается в темноту за решеткой ни хера не видно но курица там судя по всему все же есть оливер стоит у решетки пнуть курицу да не будем мы курицу пинать почему всех надо пнуть блин оливер еще некоторое время сматривается в темноту но не увидев ничего отходит от решетки оливер стучит в дверь ну что звал я могу принести тебе документы все какие только пожелаешь только выбери раздел это алфавитный каталог все таки документы рассортированы по фамилиям чтобы было искать удобнее так а нам кто нужен нам нужен нам нужно имя опекуна получается это в телефоне надо посмотреть просто я папа в трубке телефона раздаются длинные гудки я до сих пор не знаю что случилось с отцом на самом деле а так это папа мама так и не успела мне рассказать и правда его судьбе за десять лет что прошли с момента гибели мамы я так ни разу и не появлялся в кростхемии бывают дни когда я снова и снова набираю его номер веря что однажды он поднимет трубку и ответит я не знаю жив он еще или нет мне достаточно знать что он не мертв или не знать того что он мертв ой блин а чушь подожди что то я вот тупанула нам кто нужен то я забыла его фамилию их тут много разных понимаешь орвуды кто еще так вертран орвуд кто еще орвуд да корвуд нам и нужен вроде а бвгд и ёжезе и кратко вот это наверное так а в разделе от кадр что находится перечисляю по буквам к вот он первая группа само собой от кадр интересует подожди другие буквы какие там еще буквы опер выбирай любую о нужны документы на букву о уфас уходе за документами через некоторое время архивариус возвращается с пачкой бумаг так о до о до дом о до поднимая цену на мёд о до пропустим вот нашел орвуд Ну, правильно. Но ты представляешь, я не знаю, что у меня улетучивается порой из головы, но вот как-то мозг где-то там под глубиной своей что-то заставляет меня выпихивать. Надо посмотреть, если тут что-то важное. В папке лежит объемная книга с вычурным названием «Посвящение для непросвещенных. Родовое проклятие Орвудов» и документ с надписью «Договор продажи». Это договор? Документ, заверенный подписями трех человек, и несколькими печатями в верхней части листа написано «Договор продажи». Тут написано «Кристиан Пол Орвуд с одной стороны и Шерис Вертран с другой. Хиршблад. Хиршблад – это ее вторая фамилия. Шерис Хиршблад. Блин. Очевидно, фамилия в скобках. Девичья фамилия моей матери. Далее. Предметом сделки является право на усыновление Оливера Вертрана, сына Роджера Вертрана и Шерис Вертран. Хиршблад. «Что? Какого?» «Значит, она просто... Мама продала меня опекуну?» «Такого я не ожидал. Но тогда почему он убил ее? Чтобы... Что ему было вообще скрывать ее, если сделка была законна?» «Кажется, я знаю о матери далеко не все. Возможно, есть еще что-то, о чем сказано в этих бумагах.» Оливер замечает среди документов Орвудов коричневую сумку, набитую какими-то бумагами. Оливер открывает сумку, из нее высыпаются какие-то записки и газетные вырезки. Одо утверждает, что их пропавший сын был задушен. К чему бы это? Единственный наследник семьи Крафтверк найден мертвым. Тут еще есть несколько имен. В документах говорится о каких-то детях. Одо. Крафтверк. Я не понимаю, какое отношение к Орвудам имеют все эти бумаги. Похоже, что эта книга опечатана в собственной типографии Орвудов на форзации от Тиссон Фамильный Герб. Итак, посмотрим, что тут написано. «В свете есть слова, кои всегда составляют, если не тайну, то уж точно знания, доступные лишь немногим. Слова, что вы прочтете, как раз таковы. Сохраняйте их при себе». В свете есть слова, кои всегда составляют, если не тайну, то уж точно знания. Ладно. Давным-давно, когда свет зари лишь вставал над Левиафаном, а великий храм всех богов еще только строился, наш первый патриарх Остин Орвуд пришел к коинам храма. Он просил коинов дать ему тайную силу, умолял денные ночи, на суля щедрую награду, и коины согласились. В тайне от людей был проведен обряд. Остин Орвуд был напоен кипящей кровью самого Левиафана. Из его мечущейся тени родилась тень. Ммм. Из его тени родилась тень? Именно так, чтобы это могло значить? Ну как что? Мы же видели, когда мать убивали. Патриарх пробыл в храме много лет и вышел оттуда со всем иным человеком. Вернувшись, Остин собрал в своем доме всех людей рода и повелел им выпить кровь его. Всякий, испивший крови патриарха, обрел тайную силу, часть той силы, что Остин получил при храме. За спиной у каждого явился защитник, полудемоническая тень, изоблачавшая темную сторону души своего хозяина. С этого момента начался невероятный взлет рода, вслед за которым последовало страшное падение. Коины не обманули. Орвуды получили силу, а Кои молил патриарх, но... Чего стоила эта сила? Случись так, что со временем тени начали туманить разум хозяев. Они нашептывали ужасные вещи, крича о могуществе, реках, крови и вершинах власти. Орвуды начали медленно сходить с ума, и патриарх более всех. Пытаясь забрать себе всю власть, Орвуды развязали войну против остальных семей. Кровавое восстание длилось семь лет, пока наконец не было подавлено. Остин Орвуд был обезглавлен у подножия башни. К этому же подножию был неизвергнутый сам род. Орвудов вышвырнули из советы, изгнали и прокляли. Среди всех великих семей лишь одна не побоялась протянуть руку помощи изгоям. На защиту падшего рода встали блайи, сделавшие Орвудов своими вассалами. Боже, сколько фамилий! Боже, сколько фамилий! Блайи и Орвуды связаны, и поныне услугу, оказанную роду, мы помним до сих пор. Временный альянс превратился в мощный союз, окрепший со времен той войны. Спустя почти 300 лет Орвуды сумели вернуться в Нижнюю палату Совета, а поучительная история с тенями наконец стала историей и ничем более. Далее следует еще несколько десятков страниц, рассказывающих о взаимоотношениях Блайи и Орвудов. Похоже, я узнал нечто важное. У Орвудов есть некая тень, что-то вроде демона, данного по праву крови. Я подумал о той ночи, когда была убита мама. Да, я всегда помнил, что убийцей было двое, но только теперь все встало на свои места. В ту ночь Орвуд пришел не один, он пришел со своей тенью. Кто-то капнул? Все-таки кто-то капнул? Давай еще это прочитаем. Оливер открывает сумку, из нее высыпаются какие-то записки и газетные вырезки. Отда утверждает, что их пропавший сын был задушен. Чему бы это? А, это мы уже читали. Тут еще есть несколько имен в документах, говорится о каких-то детях. Это мы с тобой прочитали. Так и все получается, что ли? Все? Хорошо, стучим. Оливер стучит в дверь. Ну что, звал? Я могу принести тебе документы, все, какие только пожелаешь. Только выбери. Ней! Блайи, стоит ли мне что-то еще узнать? Не знаю. У нас там получается, что? Про мать может что-то прочитать? То я уже опять забыла ее девичью фамилию. Девичью фамилию я ее уже забыла. Это мы уже прочитали. А тут мы, получается... Видите, это мы тоже все прочитали. Может, стоит позвонить? Так. Нет, 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 нет. Отойти. Не надо нам ни куриц, ничего. Подождите. Давай позвоним. Келлу давай позвоним. В любой непонятной ситуации звони Келлу. Алло, дружище. Я сейчас занят немного. Снова в ордере. Работа не в проворот просто. Позвони попозже, ладно? Ладно, позвоню попозже. Что еще я должен узнать? Я Уилбрут Домиан, дознаватель ордена. Прибыл на место убийства утром 22 августа. А мы эту записку все с собой носим. В 10 часов 17 минут. На теле погибшей Шерри Свертран. Женщина 29 лет. Обнаружены следующие предметы. 38 золотых монет. Пузырек с каплями. Початый. Початый? Початый. Ветка полыни и перстень. Здесь идет описание монет, капель и ветки полыни. Можно это пропустить. Интересует только кольцо. Так, вот нашел. Кольцо размера ЕФ. Черного серебра с широкими ободом и гравировкой высокого типа. Полированное, крытое прозрачным лаком. Печатка украшения дымчато-желтым стекловидным куском янтаря на внутренней поверхности кольца. Выбиты клеймо, мастер-ювелир, дарственные надписи, посвящения, сигнатуры и иные нанесенные знаки с внутренней стороны отсутствуют. Ладно. Что уже... Так, а что это такое? Я записала, как найти бывшую лавку. А, хорошо. Ой, слушай, уже все. У меня уже голова кипит. Столько имен, столько фамилий, столько всего неясного, непонятного. Все открывается по кусочкам. И к этим кусочкам добавляют каждый раз кучу еще всего нового. И очень быстро начинает голова заполняться информацией, которую нужно переварить, прежде чем идти дальше. Тем более, что я не понимаю, куда мне идти дальше. Вроде он все ругается, что папа там его даст просраться за то, что его нет. Но, тем не менее, он все равно никуда не уходит. Возможно, мне нужно попросить еще какие-то документы и прочитать. Ну вот. Но это мы сделаем, наверное... Не наверное. А что, сделаем это в следующей серии? А тебе спасибо за просмотр. Ставь лайк, звони в колокольчик, и я приду просто побыть здесь с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok